Чемпион из Караганды – гордость всей страны. Анатолий Золотых недавно стал победителем на чемпионате Европы по боям без правил в Италии. После громкой победы наш земляк вернулся в Караганду. В Управлении физической культуры и спорта состоялась пресс-конференция с чемпионом. Подробнее в репортаже Бекижана Ардакулы. 20-летний карагандинец, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, чемпион страны и Азии Анатолий Золотых стал первым в истории Казахстана чемпионом Европы по ММА. Первенство проходило в Италии. Наш земляк в весовой категории 65,8 килограммов провел 4 боя с соперниками из Болгарии, Уэльса, Великобритании и Ирландии. Таким образом, впервые в истории развития ММА Казахстана спортсмен выиграл турнир подобного уровня. С 18 по 23 июня в городе Ирин, Италия прошел открытый чемпионат Европы по смешанному бою в наборстве ММА, на котором приняло участие 293 спортсмена из 34 стран. Казахстан был представлен составом из семи участников, как и взрослых, так и юношей, 18-20 лет и старше 20 лет уже взрослые. Хотелось бы отметить, что Анатолий стал первым в истории Казахстана в объединенной любительской федерации WMA и Аймов, первый чемпион из Казахстана, чемпион Европы. Стоит отметить, что немногим ранее Анатолий Золотых был победителем первого объединенного чемпионата Казахстана, а также стал чемпионом Азии на турнире в Бангкоке. Сейчас две мировые ассоциации признали каригандинского спортсмена лучшим в весовой категории 65,8 килограммов. У меня нет слов. Я очень благодарен судьбе, благодарен Богу, что складывается все именно так, что у меня есть здоровье, есть люди рядом, которые помогают мне идти, зажигают огонь во мне, идти дальше, развиваться в этой цели. Но это только начало. Впереди очень много побед, впереди очень много труда. Найбух, мы общими усилиями их непременно добьемся. Всем спасибо. Впереди нашего земляка ждет чемпионат мира в Бахрейне. Цель каригандинца – показать там высокий результат и подняться на высшую ступень педестала почета. В этом случае Анатолий Золотых может завоевать три международных титула за один год и успешно перейти из любителей в профессионалы. Да, благодаря именно таким победам на международной арене звучит наш гимн и развивается флаг Казахстана.